Здравствуйте! В прямом эфире программа Вести Хакасия в студии Татьяна Донцова. И вначале коротко о главном. Универсиада в Казани. Спортсменка из Сейногорска стала чемпионкой всемирных студенческих игр. Затянувшийся ремонт. Вместо обещанных трех недель жители Сорска живут без горячей воды уже третий месяц. За решеткой педофил. Житель Устебакана приговорен к 17 годам колонии за изнасилование падчерицы. Программа ГТРК Хакасия вновь могут смотреть жители Абазы. Наша гостелерадиокомпания расширяет зону покрытия. Напомним, в городе Металургов регионального вещания не было больше 10 лет. До этого времени сигнал принимался эфирно из Абакана, то есть с помехами. В конце 90-х исчезла и эта возможность узнавать новости республики. Ретранслятор, откуда велось вещание, остался без электроснабжения и был разграблен. И сейчас восстановлению не подлежит. Поэтому филиал российской телерадиосети нашел другой вариант решения проблемы, заключив соглашение с двумя коммерческими компаниями. И теперь в Абазу сигнал поступает по оптоволокну с помощью радиорелейной линии подачи. Так что теперь 18 тысяч жителей города Горняков имеют возможность смотреть новости Хакасии в прямом эфире в полном объеме. В Абазе вещание, вы в эфир вышли вчера, 8 числа, 8 июля. Ваши вечерние новости уже были в эфире. Так что сегодня или когда вы можете поприветствовать телезрителей и объявиться уже сами, что вы пришли всерьез и надолго. Жители Сорска уже два месяца вынуждены обходиться без горячей воды. Ее отключили в мае и обещали, что неудобства продлятся ровно три недели. Однако сейчас нет ни услуги, ни каких-либо объявлений, а хотя бы примерных сроках подключения. Каковы причины такого молчания, выясняла Елена Крылова. Когда жители Сорска смотрят региональные новости, больше всего им нравятся те, в которых, например, Абаканская ТЭЦ извиняется перед жителями города за то, что на 10 дней отключит горячую воду. Здесь такие сроки даже изначально не ставятся. В этот раз без горячей воды люди сидят с мая. Сначала обещали 21 день, сейчас уже молчат. Каждый год так в сентябре месяце дадут горячую воду. Отопление дадут. Отопление в ноябре дадут. У кого обогреватель, у меня, например, нет обогревателя, нет. У кого есть, те моются дома. А нет, то в баню ходим. Сходить в баню в Сорске можно только один раз в неделю. Так сократили время ее работы. Само по себе предприятие убыточное, таким оно было всегда. Хоть зимой, хоть летом баня стандартно заканчивает месяц с убытками примерно в 8 тысяч. Зимой сюда просто никто не ходит, а летом приходится греть воду. За электричество где-то 40 тысяч надо платить. У нас полчаса в баню будет. И ремонт надо делать, и все, и большие расходы. Все расходы бани покрывает городской бюджет. Он взял ее под опеку с прошлого года. Это как компенсация за ежегодные летние ремонты. А в целом здесь призывают жителей набраться терпения. Это лето без горячей воды не последнее. Оно в раз, ну невозможно это сделать. Может быть возможно, конечно, там, я не знаю, прибежно, там, какие-то сумасшедшие финансирования и там куча очень замечательных, хороших подрядчиков. Чего мы ни одного, ни второго не имеем, скажем так, да. Подрядчики то и дело подводят. Финансированием тоже бывают нестабильности, сбои. То есть не может же там, допустим, на нас работать вся республика, да. Нам и так дают достаточно, чтобы постепенно сделать всю систему. В этом году горячую воду дадут 15 июля. Это только в нижнюю часть города. Тем, кто живет в Верхней, пока радоваться нечему. Обнаружен порыв и на него еще надо просить деньги у республики. Здесь, конечно, никаких сроков нет. Как, впрочем, нет и прогнозов на следующий год. Администрация никаких обещаний не дает, но надеется, что неудобств будет немного меньше. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Имя спортсменки из Хакасии вошло в историю российского спорта. Татьяна Зырянова из Саиногорска стала чемпионкой 27-й Всемирной летней универсиады 2013, которая проходит в Казани. В весе свыше 76 килограммов она обошла соперницей с Туркмении, Белоруссии, Кыргызстана и Монголии. Кстати, борьба на поясах, в которой и победила наша землячка, впервые включена в программу игр. Нам удалось связаться с чемпионкой по телефону. Главные ее эмоции сейчас касаются полученной медали. Тяжелая, да, очень красивая. Не золотая, наверное. Ну, такая сия здесь одна вроде. Поэтому меня так и поздравляют по телефону, в интернете. Звонят, пишут. У нас нравилась на лучшее, была уверена. Схватки были не очень сложные. Сложная была схватка третья представителям Киргизии. Ну, чисто радостью, удовлетворение. В Казани в городе построили деревню универсиады. Ну, очень красиво. Масштабы впечатляют. Да, открытие было универсиады, как прям открытие Олимпиады. Наш спортивный результат еще не включен. Будем надеяться, что включится. Будем готовиться к Олимпийским игру. И еще о большом спорте. Сегодня в правительстве республики презентовали факел эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014». Первыми его увидели журналисты Хакаси, рассказывает Олеся Калиниченко. Олимпийский огонь будет путешествовать по территории России ровно 4 месяца. Старт 7 октября в Москве, финиш 7 февраля в Сочи на главной спортивной арене. В нашу республику символ Олимпийских игр доставят в ноябре. А пока один из партнеров эстафеты представил в Абакане сам факел. Он сочетает в себе традиции и будущее. Мотивы сказок переплетаются с инновациями. Факел очень сильно похож на пирожар птицы. А это древнерусский герой сказок наших, всем известный с детства. Пирожар птицы приносит удачу и дарит надежду, а также освещает путь своим обладателям. Факел изготовили на Красноярском заводе «Красмаш». Предприятие делает продукцию для оборонной промышленности и космической индустрии. Официально их будет 14 тысяч по количеству факелоносцев. Вес факела 1 килограмм 800 граммов. Длина 95 сантиметров. Сделано у нас очень сверхпрочных материалов. Предусмотрена специальная смесь зажигательная, которая состоит из очень чистого жирного углеводородного газа. Называется он пропан. Вот то, что баллоны для подогрева нашей пищи, там только смесь такая еще дополнительная, но там 20%. Здесь чистый пропад. И добавляя специальные компоненты для такого яркого, красного, золотистого оттенка для горения. Подробности эстафеты держатся в секрете. Так пока не разглашается, сколько человек от Хакасии будут нести олимпийский огонь. Известно лишь, что это будут представители разных профессий, люди разного возраста. Самому старшему участнику далеко за 70. Не откровенничают организаторы по поводу маршрута эстафеты в Абакане. Точно известна его протяженность. 12 километров по улицам города в вечернее время. Весь путь по республиканской столице займет 2 часа с двумя 15-минутными перерывами. Также олимпийский огонь побывает и на Саяно-Шушенской АГС. Скорее всего, его пронесут по гребню плотины. Весь маршрут продлится 123 дня. Движение огня по стране будет транслироваться в прямом эфире в интернете. Это будет самая протяженная эстафета 65 тысяч километров, что в полтора раза длиннее экватора Земли. Всё потому, что олимпийский огонь, попав в Россию, побывает на дне Байкала и в космосе. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Сергей Казьмин. Вести. Хакасия. Хакасия намерена увеличить размер республиканского материнского капитала. Правда, материальную помощь получат не все многодетные мамы, а только те, кто проживает в малых сёлах. Такое решение принято сегодня на заседании правительства Хакасии. Напомним, республиканский материнский капитал выплачивается с 2011 года. Он составляет 100 тысяч рублей и полагается мамам, родившим или усыновившим третьего ребёнка и последующих детей. В настоящее время в малых сёлах Хакасии проживает 117 женщин, воспитывающих двоих детей. Более 100 семей являются многодетными. Новая мера социальной поддержки, по мнению властей, будет способствовать возрождению и развитию малых сёл. Для многодетных семей, проживающих в малых сёлах, численностью до 100 человек в два раза. Со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Редировочные расходы, дополнительные расходы с капиталом бюджета при принятии данного проекта постановления могут составить порядка 11,7 миллионов рублей. Заместителем министра образования республики назначен экс-директор Хакасской национальной гимназии интерната имени Катанова Юрий Сагалаков. Сегодня его утвердил в должности глава региона Виктор Зимин. За годы работы в гимназии Юрий Сагалаков зарекомендовал себя в первую очередь как антикризисный управляющий. Также он активно участвовал во всех мероприятиях, которые проводились на уровне республики. Был членом коллегии Министерства образования и науки, Общественного совета по вопросам образования, многих других организаций и формирований. Опыт и профессиональная подготовка бывшего директора гимназии достаточно высока, чтобы работать в должности заместителя министра. Считаю, действительно, мы выполнили миссию свою и пора переходить на другие рубежи. Как Гимназия Александровна сказала, что успешно справились с той задачей, надо брать другие высоты. Конечно, можно оставаться, шлифовать. Я знаю, что в гимназии еще много у вас было разного рода решений по совершенствованию, по модернизации, по строительству и расширению гимназии. Я думаю, что вы вместе с министром как раз это уже вот на этом посту. Должность выше, возможностей больше. Как раз и можно будет реализовывать эти проекты. 17 лет лишения свободы получил мужчина, которого обвиняли в педофилии. Сегодня Верховный суд Хакассии вынес приговор в отношении Владимира Завиткова. После судебного следствия коллегия присяжных единодушно признала доказанными три эпизода изнасилования 45-летним мужчиной своей несовершеннолетней пачерицы. Присяжные, даже не имея сведения о его личности, решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Отметим, Завитков не новичок в криминальном мире. Он уже был судим за хулиганство, причинение вреда здоровью и средней тяжести, убийство, а также за еще одно изнасилование несовершеннолетней, которое совершил несколько лет назад. Дочь своей сожительницы Завитков впервые изнасиловала в феврале 2012 года. 14-летняя девочка тогда пожаловалась маме. Однако та не предприняла никаких мер по защите ребенка. Впоследствии мать была лишена родительских прав. Суд присяжных согласился с государственным обвинением. Вынес обоснованный обвинительный вердикт. Наказание 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор законный, обоснованный и справедливый. В Алтайском районе утонул 15-летний юноша. Сообщение поступило накануне. По предварительным данным, четверо подростков отдыхали на берегу искусственного водоема в трех километрах от села Кирова. Трое юношей переплыли на другой берег для того, чтобы подырять с бревна. А один из них остался. После возвращения подростки обнаружили обувь приятеля и самостоятельно начали поиски. Однако они не дали положительных результатов. Юноши обратились за помощью к жителям Кирова. С помощью рыболовных сетей местные мужчины извлекли тело подростка из водоема. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. А между тем, сегодня официально разрешено купание только в четырех местах. По данным Управления Роспотребнадзора по Хакасии, всем требованиям соответствует городской пляж в Абаканской зоне отдыха, пляж базы отдыха Туманный в Багратском районе и в Сайногорске, берег реки Енисей в районе школы номер один и пляж берега Гравийного карьера. Эпидемиологи продолжают контролировать качество воды 16 водоемов республики в разных городах и районах. По результатам мониторинга за июнь, не соответствует гигиеническим нормативам вода в реке Тесь в Баграде и в карьере села Калинино. Там обнаружено превышение допустимого содержания бактерий группы кишечной палочки. Магистральные электрические сети Сибири запустили новую линию электропередачи 500 кВт. Она идет параллельно действующей электромагистрали. Что даст Хакассии подобное усиление электросетей, узнали наши корреспонденты. Нужна ли новая ЛЭП Хакассии? Сомнения ушли после аварии на Саяно-Шушинской ГЭС в августе 2009-го, когда старую электромагистраль, построенную еще 30 лет назад, подвергли пиковой нагрузке. Уже через год энергетики вошли в федеральную инвестиционную программу и стали строить еще одну линию в 500 кВт. Новая ЛЭП 64 км связывает алюминиевую и абаканскую подстанции. Вторая цепь электромагистрали дала республике дополнительную гарантию. В Хакассии практически и так все двери были открыты для потребителей. Просто сейчас в целом, по-крупному, вот этот узел стал, становится более надежным. Новая линия, она выдерживает больше силу ветра, большую, допустим, толщину стенки гололеда на проводе и на опорах и так далее. То есть эта связь надежнее, чем старая. Специально для ввода линии обновили и подстанции. Более масштабную реконструкцию прошла подстанция 500 кВт Абаканская. Изменить это добавилось новое оборудование, собственно, новая линия, которая включена через два выключателя на первую и вторую секции 500 кВт. И, собственно, из старого заменен щит собственных нужд. А добавлена новая линия электропередачи. Ну и просто подстанция растет и укрупняется. Новая ЛЭП Алюминиевая Абаканская – это лишь часть высоковольтного транзита в Красноярский край общей протяженностью более чем в 300 километров. С финишем на подстанции Итатская. Запуск второй очереди пока в планах. Сегодня на этом участке еще идут работы. В Хакасии заканчивается военно-патриотическая смена чести Мею. Она была организована в рамках трехстороннего соглашения ФСБ, Министерства образования и военно-патриотического центра Вымпел. В этом году палатки развернули в Ачурском бару на территории лагеря «Беркут» в составе курсантов, школьники 12 и 17 лет со всех городов и районов республики. Смена длилась 12 дней. В программе как теоретические, так и практические занятия. Подростки изучили основы альпинизма и рукопашного боя. Кроме того, прошли медицинскую подготовку, научились ориентироваться на местности и обращаться с оружием. Среди преподавателей действующие сотрудники Федеральной службы безопасности Хакасии, а также представители военно-патриотического центра Вымпел. Завтра последний день работы палаточного лагеря. Курсантов ждет торжественное закрытие сезона. У жителей Хакасии появится возможность покупать автомобили еще двух европейских марок. В Абакане началось строительство нового автотехцентра. Сегодня на месте установлена первая опора. О планах и перспективах, которые откроются в ближайшие годы, Юлия Константинова. Вот он, долгожданный момент, который знаменует начало строительства автотехцентра, площадью больше 6 тысяч квадратных метров, который может стать одним из самых комфортабельных и самых современных на юге Сибири. Концепция салона заключается в том, что все работники, которые непосредственно работают в данном помещении, в офисных помещениях, должны быть видны, люди, клиенты приезжают, смотрят, видят, кто работает, как работает. Сейчас трудно поверить, но здесь, на этом поле, уже в следующем году, будет стоять трехэтажное разноуровневое здание, объединяющее два дележеских центра – Volkswagen и Skoda. Такой совместный проект, последний в России, больше совместных строений не будет. Сразу можно выбрать и Volkswagen, и Skoda. Сервис совместный, затрат меньше на эксплуатацию здания. Проект уникальный не только с точки зрения экономичности. В новом автотехцентре будет принципиально другой уровень комфорта для клиентов. Здесь предусмотрены просторные зоны продаж и выдачи автомобилей, бизнес-зоны с выходом в интернет и детские уголки. Высоким, по утверждению представителей компании «Медведь Холдинг», станет и уровень обслуживания, а выбор автомобилей – на любой вкус и кошелек. Если мы говорим о марке Skoda, она сегодня уже представлена в регионе, продажи ее осуществляются с Минусинска. Продажи составляют примерно 400 автомобилей в год. Мы планируем довезти с вводом нового автоцентра где-то до 700-800 автомобилей в год. Что касается Volkswagen, то за год мы планируем продавать где-то от 800 до 1000 автомобилей Volkswagen. Стоимость этого дорогостоящего экземпляра около 5 миллионов. В новом автотехцентре будет представлен весь модельный ряд марки Volkswagen, в том числе и бюджетный вариант 1000 за 450 буквально в следующем году, сразу после открытия автотехцентра, который запланирован на весну 2014-го. Сейчас же автомобили Skoda и Volkswagen можно приобрести в дилерском центре «Медведь-Юг» в городе Минусинске. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакаси. И на этом наш выпуск завершен. Всего хорошего. До свидания.